Минувшая неделя могла бы пройти в обсуждении итогов Гран-при России, но в Сочи сенсации не случилось. Зато в середине недели Роберт Шварцман так и примерил комбинезон Феррари и опробовал болид Формулы-1. Тем временем в Пекине открылся самый настоящий автосалон, где выставляют теперь не только странные, но и действительно красивые машины. Компания Рено полностью рассекретила третье поколение Логана и Сандера. Пежо переписывает свою историю и возвращается в Лиман. Volkswagen же переписывает комплектации и цены на обновленный Tiguan российской сборки. Гран-при России в этом году мог вообще не состояться, но оказался первым этапом Формулы-1, где трибуны были заполнены до отказа. Хотя из-за особенностей трассы гонки здесь редко бывают зрелищными. Достаточно сказать, что 7 раз из 7 здесь побеждали пилоты команды Mercedes. На первом круге Карлос Сайнц выехал за пределы трассы и сломал подвеску. Шарль Леклер атаковал Лэнса Стролла. В результате болид Стролла протаранил барьер. Сайнц и Стролл вынужденно сошли, а гонка двинулась спокойным размеренным чередом. В итоге первым финишную черту уверенно пересек Валтери Боттес. Это его девятая победа за карьеру, вторая в нынешнем сезоне и вторая же на сочинской трассе. Макс Ферстаппин завоевал серебро сочинского гран-при, а Льюис Хэмилтон финишировал третьим. Наш Даниил Квят старался, но отобрать седьмое место у Эстебана О'Кона не смог, зато привез команде очки в третьей гонке подряд. В Формуле-2 субботняя гонка была достаточно спокойной, но не слишком результативной для россиян. Никита Мазепин приехал седьмым, а Роберт Шварцман одиннадцатым. А вот прошлое воскресенье оказалось жарким. На седьмом круге жестко столкнулись Лука Гетто и Джек Эйткен. И хотя гонщики не пострадали, их машины буквально разметали ограждение трассы, а болид итальянца вдобавок загорелся. Гонку сразу же остановили красными флагами и решили не возобновлять, присудив очки по состоянию на пятый круг гонки. Это означало, что Никита Мазепин остался на второй позиции, а Роберт Шварцман на десятый. В итоге у обоих россиян сейчас по 140 баллов, что означает пятое-шеестое места личного зачета. Лидирует в чемпионате Мик Шумахер, партнер Шварцмана по команде Prima Racing. На 22 очка от Шумахера отстает англичанин Кэмэл Айлот, а третьим идет японец Юки Цинода. Напомним, что Шварцман, Шумахер и Айлот – слушатели гоночной академии Феррари. На минувшей неделе всю троицу пригласили во Фьорана, где они сели за руль машины 2018 года. Шумахер и Айлот в прошлом году на тестах в Бахрейне и Барселоне уже пилотировали актуальные болиды Формулы-1, а Шумахер вдобавок ездил на отцовской, чемпионской Феррари 2004 года. А вот для пилота СМП Рейсинг Роберта Шварцмана сейчас все впервые. Сегодня просто суперический день. Я первый раз сегодня сел в машину Формулы-1. Я очень рад этому дню. Я давно мечтал сесть за руль Формулы-1, еще когда был маленьким. И, наконец-таки, один шажок по карьерной лестнице я сегодня сделал. Меня удивила скорость, с которой ты можешь проходить повороты. Это просто что-то нереальное. И торможение. Ты можешь тормозить очень поздно, и машина будет просто останавливаться моментально и проходить со сверхскоростью все повороты. Редакция канала Автоплюс тоже от всей души поздравляет Роберта. Напомним для всех, что в декабре Шварцману предстоит участие в настоящей пятничной тренировке Гран-при Абу-Даби. На события в Китае мы всегда смотрим как с другой планеты, но в этом году, кажется, побиты все рекорды. Когда Китай закрывался на карантин, остальной мир еще не верил в коронавирус. Теперь мы ждем вторую волну, а в Китае возродились автосалоны. И едва ли не самым ярким концептом пекинского автошоу оказался Great Wall Futurist. Название шикарное во всех смыслах, учитывая, что это не модный кроссовер, а пронизанный ретро-стилем седан. И еще забавнее, что основанная в 1984 году и почти не строившая седанов компания Great Wall обращается к стилистике 50-х и 60-х. Какие тогда в Китае были автомобили? По-хорошему, никакие. Но изредка встречались советские. Не будем удивляться, что российские комментаторы увидели так много сходств с нашими Волгами и москвичами. Но нет, дизайном Great Wall и Havail уже два года командует Фил Симмонс, сбежавший в Китай из ленд-ровера. В данном случае англичанин перепевает мотивы американского и европейского стиля. Основная роль футуриста – продемонстрировать возможности платформы Lemon, которая уже используется на новейшем Havail H6 и кроссовере Dago. Но строить на ее основе можно не только паркетники, но и седаны, минивены и вообще что угодно длиной до 5 с лишним метров и с любым силовым агрегатом. Платформа рассчитана на обычные ДВС, гибриды, электропривод и даже водородные топливные ячейки. К слову, первые водородные машины у Great Wall появятся уже в следующем году. Конкретно футурист демонстрирует чисто электрический вариант с литио-ионной батареей без кобальта, которая якобы обеспечивает пробег до 700 километров. Китайцы уверяют, что футурист не останется шоу-каром, хотя не называют ни сроков, ни конкретной марки, под которой выйдет серийная модель. Помимо условно-легковой платформы Lemon, Great Wall развивает и рамную платформу Tank, которая ведет родословную от уже серийного Havaila H9 и пикапов P-серии. Актуальные версии обеих моделей мы с нетерпением ждем на тульском заводе Havaila. А для автосалона в Пекине подготовлена электрическая версия пикапа. Одновременно модель получила латинизированное название – Poer. С одной стороны, это слово созвучно с китайским именем P-серии и иероглифом Pao. С другой – звучит почти как английская Power. Похоже, что под этим названием пикапы отправятся на экспорт. Электроверсия же, при мощности за 200 сил, обладает рекордным в Китае запасом хода – 400 километров. Цены и сроки выхода на рынок пока не сообщают. Третье поколение Логана и Сандера наконец представлено официально. Пока под маркой Dacia. От кургузных силуэтов и тотальной экономии не осталось даже следа. Теперь франко-румынские бюджетники выглядят стильно, пропорционально, а их базовые версии щеголяют светодиодными фарами, круиз-контролем и шестью подушками. Электроусилители руля, современные системы безопасности и электронные помощники появились благодаря современной платформе CMF от Clio и Micro. А старая добрая архитектура B0 наконец отправлена на покой. Впрочем, схематично новая тележка повторяет старую. Спереди стоят стойки McPherson, а сзади полузависимая балка. По длиннее высоте новинки плюс-минус повторяют предшественниц, зато ширина разом увеличилась на 12 сантиметров. И теперь Логан оказался на сантиметр шире такого понятного ориентира, как Toyota Camry. Расстояние между рядами сидений и у Логана, и у Sandero, выросло на 4 сантиметра. Притом для седана предложены складные столики и органайзер багажника. Кросс-хэтчбеку Sandero Stepway перепали не только оригинальные бамперы и решетка, но и капот. А стильные рейлинги одним движением можно установить как поперечный багажника. Унифицированный для всех трех автомобилей салон тоже хорош. Материалы стали качественнее, а эргономика продуманнее. Руль регулируется по вылету, а центральная консоль слегка развернута для удобства водителя. И только гамма моторов не вызывает восторгов. На смену турбодизелю пришла пропановая модификация. А в списке бензиновых движков остались только литровые тройки. С надувом и, соответственно, без. Коробка передач, механика или вариатор на выбор. В Европе продажи новинок стартуют до конца года, а вот нам придется подождать еще год, два или даже все три. Ведь для России снова готовят удешевленный вариант. На усовершенствованной платформе B0 от Арканы, без современной электроники и с другими моторами. Компания Peugeot внезапно назвала себя старейшим автомобильным брендом из ныне существующих, отчитав себе историю с 1810 года, когда мануфактура семейства Peugeot еще выпускала кофемалки. Спустя десятилетия в сферу интересов войдут велосипеды, и лишь в 1896-м Арман Peugeot основал независимую от родственников автомобильную фирму 124 года назад. Но, как говорится, был бы повод. Похоже, что черная полоса для французов заканчивается. Peugeot выкупает у китайского Дунфына часть акций, проданных пять лет назад. И на волне оптимизма перезапускает спортивную программу. В планах и возвращение в чемпионат мира на выносливость. На сей раз Peugeot целится в новый класс гиперкаров, который придет на смену нынешней категории LMP1 уже в следующем сезоне. Гибридные гиперкары получат электромотор на передней оси и ДВС позади кокпита. Суммарно установка выдаст около 500 кВт, о подробности мы узнаем позже. Ведь по правилам гоночный гиперкар нужно выпускать не менее чем в 25 экземплярах. По сути, это обязательство иметь дорожный аналог. Пресс-служба Лимана прямо пишет, что гиперкар Peugeot будет носить индекс 508. Гадать не будем, но вот серийный заряженный 508 от подразделения Peugeot Sport уже готов и в октябре поступит к европейским дилерам. Создатели отмечают, что это мощнейший серийный автомобиль Peugeot за все 210 лет. Впрочем, французы не лукавят. Гибридная установка с совместными усилиями развивает 360 лошадиных сил, хотя весенний концепт-кар обещал все 400. Но это точно не вина бензинового турбомотора 1.6, который и так выдувает из себя 200 лошадей. Первый из двух электромоторов встроен восьмиступенчатый автомат вместо гидротрансформатора. Еще один электромотор установлен на задней оси, то есть заряженный Peugeot 508, де-факто трехмоторный и полноприводный. Ведь в исполнении PSE можно заказать не только лифтбэк, но и универсал. А еще это подзаряжаемый гибрид, не со слишком емкой батареей, но достаточной, чтобы на электротяге проехать 42 километра, развивая скорость до 140 километров в час. Этим летом Volkswagen подогнал дизайн Тигуана под внешность актуального гольфа. А сейчас рестайлинговая модель готовится выйти на российский рынок. Вслед за другими Volkswagen'ами Калужский Тигуан переименуют комплектации. Теперь их будет всего четыре, но названия пафосные. Базовая звучит как «Респект», «Средняя статус», «Топовая эксклюзив», плюс оспортивленный вариант под названием «Эрлайн». Базовый уровень подразумевает трехзонный климат-контроль, штатную медиа-систему, обогрев передних сидений и светодиодные фары. Плюсом идут подогреваемый мультируль, круиз-контроль и 17-дюймовые колеса. В гамме моторов пока только бензиновые турбочетверки. Самый скромный вариант на 125 сил сочетается с механической коробкой и передним приводом. 150 сил – это безальтернативный робот, но привод по вкусу. К двухлитровым движкам прилагаются исключительно семиступенчатый преселектив и трансмиссия 4х4. Как и прежде, в продаже будут варианты отдачи 180 и 220 сил. А вот дизель из списков снова исключен, хотя по итогам первого полугодия именно Тигуан оказался самым популярным дизельным автомобилем на рынке России. Поэтому вполне вероятно, что модификация на солярке опоздает только к старту продаж, который намечен на конец года. У кроссовера Audi K5 наконец появилась версия Sportback, кузов которой укорочен на символический 7 мм и отличается купеобразным силуэтом. Багажник уменьшился на 40 литров, теперь их 510, а других отличий от базовой модели почти что и нет. Основная гамма моторов состоит из пары бензиновых и пары дизельных турбочетверок. Все они сочетаются с семиступенчатым роботом. Старшая версия с индексом 50 и заряженные SQ5 оснащены 3-литровым турбодизелем V6. У обеих мощных машин 8-ступенчатый автомат. По планам четырех колец в семействе Q5 на кросс-купе будут приходиться примерно треть продаж. При этом обсуждение прайс-листов придется отложить на несколько месяцев, так как до России новый Sportback доедет не сразу. А вот обновленный седан Audi A4 в России уже продается. Напомним, что сперва нам предложили лишь приветственную комплектацию по цене по 3 миллиона рублей. Теперь же появились исполнения попроще. У всех двухлитровый турбомотор и семиступенчатый робот. Базовая версия на 150 сил стоит 2 миллиона 375 тысяч рублей. Комплектация включает 17-дюймовые кованые диски, диодную оптику, электропривод передних сидений, климат-контроль, камеру заднего вида, круиз-контроль. Помимо седана на рынок одновременно выходит универсал, включая кросс-версию A4 Allroad Quattro. Оценителям изящного адресованы купе и лифтбэк А5. Несколько недель назад Nissan вывел слегка обновленный X-Trail, а сейчас похожий набор доработок достался родственному Qashqai. Внешних изменений нет, зато инженеры перенастроили вариатор. В салоне из нового лишь комбинированная обивка кофейного оттенка, которую можно заказать, начиная со средних комплектаций. А вот для топовых версий доступен дистанционный запуск двигателя. Мультимедийный комплекс Nissan Connect поддерживает интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay, а система Яндекс.Авто научилась транслировать изображения от камер кругового обзора. Стартовая цена увеличилась сразу на 76 тысяч рублей. Но это не предел, ведь дорогие исполнения прибавили по 106 тысяч, так что максимально упакованный Qashqai стоит теперь дороже 2 миллионов. И закроем тему условных новинок российского рынка появлением базовой модификации Skoda Karoq. До сих пор в продаже были только версии с турбомотором 1.4 и восьмиступенчатым автоматом по цене почти в полтора миллиона рублей. Теперь же дилеры предлагают и вариант с атмосферным двигателем 1.6 и пятиступенчатой механической коробкой. Такой корок стоит примерно на 100 тысяч дешевле турбированного.